Получается, сегодня я побью мировой рекорд. Кто там говорил, что я не королева длинных ногтей? Можете забирать свои слова обратно. Полмиллиона рублей стоит моя левая рука. Безумно можно быть первым. Росомаха. А, нет, я вчера сделал манипет. Оказывается, Рус после этой ситуации мне еще писал. У меня появился небольшой голод. Они очень... Всем большой привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить, опять же, своим любимым ноготочкам. Которых сейчас, к сожалению, у меня нет, потому что я вчера сняла маникюр, и это не просто так. Сегодня я собираюсь бить мировые рекорды, как бы это странно ни звучало, но это реально так, потому что я обрыла весь интернет. И у меня было огромное желание найти максимальную длину по нарощенным ногтям, которую когда-либо делали людям. И единственное, что я нашла, то, что какая-то женщина, Надежда Леонова, подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса и сделала своей клиентке самый большой в мире нарощенный один ноготь. И его длина равна 1 метр 36 сантиметров. Чтобы вы понимали, я очень хочу сегодня нарастить полутораметровые ногти. И я нашла именно тот салон, который согласился сегодня нарастить мне ногти длиною полтора метра. Да-да, ребят, вы не ослышались. Получается, сегодня я побью мировой рекорд. Кстати, сегодня я пригласила в гости 4 мастера по ногтям, потому что 3 мастера займутся только моей левой рукой, так как именно на левую руку мне будут наращивать ногти полтора метра. А на правую мне будут делать обычный маникюр, поэтому не будем медлить. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, я вам желаю приятного просмотра. Дожидаемся мастеров, я вам показываю весь этот трэш сегодня. Поболтаем с вами, я поотвечаю на вопросики. Кстати, еще очень много всего я сняла в свой инстаграм, пользуясь случаем. Обязательно подписывайтесь, ник вы видите на своих экранах. И ищи в этом видосе эмодзи, которые я спрятала для внимательных подписчиков, чтобы они получили призы, если отправят мне это эмодзи в директор инстаграме. Но мы можем начинать, поехали. Это у меня вот такие ногти будут, какая-то трубка. Да. Полностью? Ребята, посмотрите, мне принесли трубки, на которые будут наращивать сегодня ногти. И чтобы вы понимали, отсюда нужно брать где-то 50 сантиметров. И у меня будут такие ногти длиной сегодня. Прикиньте, кто там говорил, что я не королева длинных ногтей, можете забирать свои слова обратно, причем очень срочно. В общем, ребята, мы решили поступить вот таким образом. Я буду сидеть на стуле, тут мне будут наращивать ногти на правой руке, которые будут покороче. Ну и, соответственно, на левую руку мне будем наращивать полутораметровые ногти. Специально подготовили стол для этого дела. Приехали девчонки, я вам их уже показала. Мы тут готовим материал. Блестки, пилочки, все, что нужно для работы. Сейчас мы все выложим, и я вам еще раз покажу. Сегодня у нас будет трэш, команда большая, процесс долгий, поэтому, я уверена, должно получиться все очень круто. Долгие процессы я люблю. Мы делаем тебе 150 сантиметров 5 ногтей. Ага. Это 750 сантиметров. Ага. За 8 сантиметров ногтей мы берем 4600. У тебя мы делим 750 на 8, получается 93, и умножаем мы на 4600. Стоимость твоих ногтей 5 составила бы 431 тысячу 250 рублей. Чтобы вы понимали, ребят, полмиллиона рублей стоит моя левая рука, точнее будет стоить моя левая рука, когда мы нарастим на нее полутораметровые ногти. На заметочку, может кто-то захочет нарастить. Посмотрите, сколько тут в банах, тюбиков. Тут вопрос, кому пришла идея вообще, чтобы я нарастила вот такую длину. Хочу сказать большое спасибо Русу, вот этому прекрасному молодому человеку, который помог мне реализовать эту всю. Безумно можно быть первым. Продолжайте, продолжайте. И в принципе говорил мне, Карин, было бы очень классно, если бы ты нарастила такую длину. Я такая, блин, а почему я этого не делала раньше? Вот один из ногтей уже нарастили. Это на правой руке. Правая рука у меня не будет полутораметровая, поэтому такая длина у меня будет. Давай ты выкладывай. Я уже в шоке, если честно. Ой, как круто! Сейчас я достаю свою прекрасную руку. Ааа, ребята, это капец! Росомаха! Причем, прикиньте, это только 30 сантиметров. А тут мы выпиливаем мою руку. Такая красота. Не, ну мне нравится. С такой длиной я бы еще смогла проходить, а вот полтора метра, я думаю, уже будет нереально что-то делается. Мне бы еще и себе глаз не проткнуть, было бы вообще прекрасно. Ну, я не буду подписчикам показывать. Хей, сейчас покажи. Все, понял, убираю. С хейтером. Всем, кто меня в ВПШ хейтил, вот вам. Первый вопрос, который мне написала моя сестренка во вкладке, я выкладывала историю в свой инстаграм. Какой был твой самый худший маникюр? Самый длинный и самый любимый. Самый длинный, я думаю, естественно, будет маникюр, который мы делаем с вами сегодня. Самый худший маникюр у меня в инстаграме, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Есть вкладка в актуальных, где все работы моих ногтей, все ногти, весь маник, который я когда-либо делала, который мне делали мастера. Самый неудачный, я думаю, это вот этот, потому что, ну, во-первых, его все сравнивали с индийским. Во-вторых, мне он прям вот, ну, очень понравился, потому что форма не моя. Самый любимый, наверное, вот этот. Этот маникюр я делала летом с мастером, который занимается моделированием ногтей, и такую форму не во всех салонах вообще могут сделать. Правда, через две недели у меня просто полностью мизинец с корнем оторвался, но это уже отдельная история. Следующий вопрос, пока Рус подходит, как он относится, в принципе, к моим длинным ногтям? Скажи, пожалуйста. Я отношусь категорически плохо. Почему? Потому что кто-то меня поцарапал опять. Да, я Русу вечно царапаю своими длинными ногтями, но такими, я думаю, вряд ли я тебя смогу поцарапать. Ну, это сразу убить. Да, этими сразу убить можно, в принципе. И свою ногтевую пластину, и Русу заодно. Да, но твои ногти на день рождения, конечно, металлическая эта фигня, меня Карина как-то попыталась обнять, и просто у меня вот сзади была царапина с кровью, у меня еще это почти на лоса была побитая голова. Она меня зацепила так, что я охренел. Я не знаю, я ногти себе не делаю, я что я могу тебе сказать? А, нет, я вчера сделал маникюр. Да, я вчера Русу уговорила сделать маникюр, он ни разу не делал, ему в порядок кутикулу привели. И он сидит такой, вы бы видели его выражение лица? Он просто сидит и мне такой... Это было больно. Он говорит, Карина, мне неприятно, мне больно, лучше... Че ты сказал лучше? Лучше я татуировку буду бить. Не занимайтесь такой фигурой. Считала ли ты, сколько ты в целом потратила на маникюр вот за все время? Слушай, мне кажется, я не потратила больше 50 тысяч вообще, потому что я всегда делаю ногти по бартеру. Потому что подписчики всегда, когда я где-то делаю ногти, они даже по обстановке узнают, где я делаю ногти. Это каждый мой маник с учетом, наверное, даже всякими, знаешь, пирсинги, вот эти вот штучки, которые лепят на ногти. Это так или иначе, ну, большие деньги. Как мы познакомились с Русом, может быть, на концерте Кати Адушкиной Love Club. И там, короче, знаешь, такие места, где можно сесть, как за парту, типа, общий стол для всех. Да, просто для блогеров. Да, а я стояла, короче, все такая расфуфыленная на каблуках. Я вообще садиться не хотела, я всегда на тусовках стою, типа, смысл садиться. Вот, Рус сидит впереди. Мы в этот момент не были знакомы, и я, типа, даже не акцентировала внимание на то, где мы там виделись, пересекались, общались, не общались. Вот, и он поворачивается и говорит, типа, хочешь сесть? Ну, то есть, вместо уступить, я говорю, нет, спасибо. Просто такая отхожу, я там, такая, даже знакомиться ни с кем не хотела. Оказывается, Рус после этой ситуации мне еще писал. И потом, спустя месяц, наверное, мне пишет Игорь Синяк, говорит, Карин, хочу тебя познакомить с мальчиком с одним. А он, типа, все про тебя пишет мне. Вредно для ногтевой пластины. Вредно, конечно, для ногтевой пластины. Ну, нет, ребят, сидел эти ногти за полмиллиона, одна рука, полтора метра длиной. Вообще, ни капли не вредны для ногтевой пластины. Причем, мне мастера говорят, что у меня и так ногтевая пластина очень тонкая. Мне вчера, когда снимали маникюр, говорили, что нужно месяц хотя бы, типа, уже давать ногтям отдохнуть. Поэтому сегодня я их окончательно добиваю. Я уже потихонечку, ребят, учусь. Ребята, мы нарастили уже большой палец. Его осталось просушить только с обратной стороны. Теперь мне будет гораздо сложнее делать какие-либо дела. Прошло уже, кстати, слушайте, очень много времени. Прошло уже пол третьего. А мы начали в 10 утра. То есть уже прошло 4 с половиной часа. Вот. Я только позавтракала перед тем, как начать снимать это видео. У меня появился небольшой голод. Но я считаю калории, поэтому пока я не хочу кушать. Мы решили посмотреть, как на моих ногтях будут выглядеть разноцветные блестки. Посмотрите, тут как бы все цвета мы решили перемешать, вообще глянуть. Но мне кажется, что это дело выглядит как-то очень грязно. Поэтому мы наверняка сейчас просто это все подсотрем и будем покрывать обычным топом. Потому что ногти одного цвета, которые блестят и красиво выглядят, гораздо симпатичнее, чем вот это весело. Поэтому мы сейчас это все дело убираем. И будем просто покрывать топом. Такие дела. Дорогие мои, мы на России. Простили мне полутораметровые ногти на 4 пальца. Только большой палец, как вы видите, еще покороче. По-прежнему 30 сантиметров. Сейчас нужно просушить ногти с обратной стороны. И я попробую встать и вообще, в принципе, ощутить тяжесть этих ногтей на себе. Вообще, как бы пойму длину ногтей. Ё-моё, это реально сосиски, которые путаются. С ума сойти можно просто. И садимся просушивать ногти с обратной стороны. Ну что, сейчас я, так сказать, испытаю на себе тяжесть моих полутораметровых ногтей. И вообще посмотрю, как это. Тяжело, не тяжело. И подниму эти ногти, так как мне с ними еще сейчас идти в торговый центр. Они очень... Я сразу вспоминаю девушку из книги рекордов Гиннесса. Серьезно. Только у нее ногти были прям вот такие. Ну, слушайте, это не так уж и тяжело. То есть, если вот так вот ходить с ногтями и держать их как ребеночка, то, в принципе, не сложно. А если взять вот так вот ногти держать и кому-нибудь треснуть, если меня кто-то обидит сегодня. Вот. Так что, ребятки, посмотрите. Вот такие вот у меня полутораметровые ногти. Пишите ниже в комментариях, как они вам. Лично мне очень нравятся. Симпатичные ногти. Прекраснейший маникюр за полмиллиона рублей. Единственное, ребят, руку не опустить. Ну, можно опустить, конечно, но дискомфорт будет конкретным. Прям я чувствую, что на мою ногтевую пластину как будто бы кто-то наступил сейчас. Из-за того, что прям сильное давление идет. А так прикольно. Мне нравится. Представьте, если ходить вот так вот раз в месяц, корректировать ноготочки и заново их перенаращивать. Это крэш. Можно они с таким завершением мерзким и отвратительным, пожалуйста? Ребятки, смотрите, какие ноготочки я себе вчера сделала. Правда, думаю, что они чересчур для меня длинные. Ну, мне кажется, эти чуть покороче будут. Попробуй нарасти такие. Может, тебе с ними удобнее будет? Что скажешь? Дорогие мои, еще хочу вам напомнить о том, что уже буквально через несколько недель выйдет моя новая книга со страшными историями. Я вам советую уже оформить предзаказ по ссылочке ниже в описании, потому что именно в этой книге я собрала для вас огромное количество страшных историй, которые происходили не только со мной, но и с вами, своими любимыми подписчиками. Я очень долго для вас все это готовила, поэтому скорее переходи и делай предзаказ. Книга просто офигенная, и я довольна, что она уже совсем скоро сможет быть именно у тебя. Кстати, ребята, с этими ногтями я буду ходить еще двое суток точно, поэтому я вам советую как можно скорее перейти в мой инстаграм. Ник вы сейчас видите на своих экранах и в актуальных посмотреть, как я проводила время с этими ногтями. Мы в подробностях, как в них наращивали, и очень-очень много того, что не вошло в кадр, поэтому скорее переходите по ссылке или ищите меня по нику и подписывайтесь. Смотрите, все-все-все в актуальных срочно. Я, честно, никогда в жизни бы не повторила такой опыт, и мне кажется, что нужно быть очень смелой. Я даже боюсь всегда дотронуться, потому что мне кажется, что ноготь вот так вот тут вот двигается и сейчас отвалится. Ну, прикинь, тут лишнее движение, и все, считай. Типа, это не будет ногтевой пластины сразу. Так что, ребятки, если... Кстати, я тебе не рассказывала, прикинь, что мне вот сказали, что вот этот маникюр... Как ты думаешь, сколько бы стоило в салон вот реально чисто прийти и попросить такие ногти сделать? Ну, я думаю, тысяч 200-300. Полмиллиона. Да ладно? Прикинь, 400 с чем? Полляра? 487 тысяч мне сказали. А за что? Тут материала тысяча. Очень много. Нет, ты что? Ты прикинь, сколько тут ногтей? Вот чисто в одном пальце, это, наверное, ногтей 40. Офигеть, полтора метра. Вот так вот. Я вауфигеть. Ну да, это трэш. Так что, ребятки, вот такое вот... Голосочекова длиннее, как думаете? В общем, ребятки, вот такое вот видео у меня получилось, и я хочу вам сказать уже вместе с Эминой огромное спасибо. за просмотр. Лайки, подписки, колокольчик. В Инстаграм Карина подписались, я быстро, немедленно, мои дорогие, хорошие, любимые. Так что, ребятки, мы с вами прощаемся, я с вами прощаюсь, я вас люблю. Всем пока-пока, смотрите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok